Итак, скандал в Пушкинском районе. Там из приюта выгоняют животных, которые и так уже бездомные. Этот питомник его руководители построили собственными руками и собственными силами. И вот теперь участок земли, на котором он стоит, хотят отобрать. Сегодня судьбу животных должен был решить суд. Александр Остраумов отправился на служение по этому делу. Лизу и двух ее сестер нашли дети и принесли в приют. Щенков выбросили в овраг, откуда они не могли выбраться самостоятельно. В счастливый случай человеческая доброта спасли эту забавную троицу. Казалось бы, вот она история с хэппи-эндом. Лиза со своими сестрами, как и еще почти три сотни четвероногих бездомных, попали в заботливые руки, где обрели свой кров и пусть не изысканное, но стабильное питание. Правда, в ближайшее время все может измениться и мохнатые постояльцы вновь окажутся на улице. Было такое, что даже судебные приставы уже приезжали. Решение судебного пристава было в течение семи дней убрать отсюда животных. Сергей построил все это своими силами 15 лет назад. Как оказалось, доброта, как и красота требуют жертв. Чтобы открыть приют, Сергею пришлось влезть в серьезные долги. Продал свою квартиру, отдал кредит. Один еще не полностью отдал кредит, который у меня еще до сих пор висит. Ну, чуть-чуть там осталось отдать. В 2009-м владелец земли, на которой стоит приют, поменялся. А вместе с ним канули в лету и все договоренности. Тем более, что были они в устной форме. Сергея со всеми его подопечными территорию попросили покинуть. Решение суда вступило в силу еще в 2012-м году. Но тогда всех животных пришлось бы либо выпустить на улицу, либо усыпить. Сегодня у приюта уже есть новая территория в Сергеево-Посадском районе. Но переехать туда пока невозможно. На участке нет ни света, ни электричества. Но Сергей уверен, уже скоро там будет настоящий рай для животных. Вы даже сможете представить, какую можно построить империю добра для бездомных животных. Которую, я вас уверяю, что она построится, будет самый лучший приют в России. А может быть даже и в Европе. Сегодня состоялось очередное, уже третье заседание суда. У Сергея одна надежда. Суд пойдет навстречу, даст отсрочку на выселение. Но неожиданно перед слушанием представитель компании владельца земли предложил попробовать решить все в досудебном порядке. Мы предоставлено время для того, чтобы вопрос этот как-то решить миром. То есть без приставов, без каких-то тяжелых судебных решений. Просто нам дали возможность договориться. За месяц стороны должны договориться о порядке и сроках освобождения земли. Сергей надеется, что приюту дадут достаточно времени, чтобы подготовить новый дом для его подопечных. В случае успеха Лиза со своими сестрами и еще тремя сотнями хвостатых уже через год переедут на свое законное место. Александр Остромов, Сергей Карелин, Новости 360. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ